В Магнитоборске одним из главных событий минувшей недели стало празднование Дня Металлурга. Большинство запланированных мероприятий горожане могли посетить онлайн, не выходя из дома. Например, посмотреть концерт, подготовленный силами коллективов Дворца культуры Металлургов имени Сергуя Орджоникидзе. Однако некоторые торжественные события все же прошли вживую. Журналисты телекомпании ТВИН представляют вам краткий обзор насыщенной праздничной пятницы. Двухклитьевой реверсивный стан 1700, построенный в 2002 году, стал первым агрегатом холодной прокатки, введенным в эксплуатацию на Магнитогорском металлургическом комбинате в постсоветскую эпоху. И то, что мы видим сегодня, спустя 19 лет, в канун главного профессионального праздника магнитки, можно назвать его вторым рождением. Стан 1700, производительностью 800 тысяч тонн холоднокатанного стального листа в год, был одним из первых серьезных инвестиционных проектов в новейшей истории ММК. Автоматизированный агрегат значительно расширил возможности предприятия. На этом стане впервые на комбинате была применена новая система регулировки плоскости проката, исключающая такие распространенные явления, как разнотолщинность листа по краям или по центру. На агрегате применяется особый тип волков, бутылкообразный, имеющий сложный профиль. Их маневренность при движении вверх-вниз и относительно друг друга позволяет более гибко реагировать на изменения, возникающие в процессе работы. С момента пуска стан произвел почти 9,5 миллионов тонн холоднокатанного проката. В феврале 2020 года его работа была остановлена, после чего ММК приступил к реконструкции. И вот, спустя полтора года, процесс возобновился. Стан отвечает всем наилучшим доступным технологиям. Все самые последние достижения, которые в прокатке есть, здесь применены. Поэтому металл будет наивысшего качества. Кроме того, по сути дела, к уже у нас новому, современному стану 2000, холодная проката, которая есть, он добавляет наши возможности по холодному прокату. И это позволяет удовлетворять запросы всех самых требовательных клиентов, в первую очередь, конечно, автомобильной промышленности. И это нам добавит в нашем продуктовом портфеле такой премиальной продукции, которую ждет наш клиент. Поставщиком основного механического оборудования двухклетевого реверсивного стана выступила компания SMS Group. Субподрядчиками по электронному обеспечению стана стали компании Prime Metals Technologies и IMS. Строительно-монтажные работы под контролем управления капитального строительства по ОММК осуществляли ОАО «Прокатмонтаж» и ООО «Объединенная сервисная компания». В настоящее время на стане 1700 завершенной пусконаладочной работы и горячее опробование идет освоение ассортамента и работа по достижению гарантированных контрактных показателей и технологических параметров. Губернатор Челябинской области не только поучаствовал в символическом пуске агрегата, но и пообщался с руководством цеха, а также с сотрудниками, работающими непосредственно на стане. Кроме того, Алексей Текслер оставил автограф на одном из холоднокатанных рулонов и поздравил металлургов «Магнитки» с профессиональным праздником. Каждый раз, когда я бываю на комбинате, мы открываем новый объект или новое производство. И меня это очень радует, потому что комбинат постоянно совершенствуется, занимается экологией, повышает эффективность своей работы. Это по-настоящему здорово. Я хотел бы поблагодарить руководство комбината и, конечно, весь трудовой коллектив за это и поздравить с Днём Металлурга. Это самый важный праздник для города, для комбината. Я сам человек, который всю жизнь связан с металлургией, поэтому с огромным удовольствием хочу поздравить всех горожан, всех работников комбината с Днём Металлурга, пожелать новых трудовых успехов и, конечно же, здоровья. Уже в ближайшее время стан 1700 должен выйти на проектную производительность, которая составляет около 60 тысяч тонн в месяц. А всего до конца этого года на агрегате планируется произвести 350 тысяч тонн холоднокатанного проката. Второй ключевой точкой праздничного объезда губернатора Челябинской области Алексея Текслера стала стройплощадка крупнейшего инвестиционного проекта – коксовой батареи номер 12. Реализация данного проекта, помимо достижения производственных целей, имеет для ММК большое природоохранное значение и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в Магнитогорске. Производительность коксовой батареи номер 12 – 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год. Стоимость реализации проекта – 67 миллиардов рублей. Возводиться комплекс будет в два этапа. Ожидается, что вот в эксплуатацию первой очереди произойдет уже в следующем году, второй – в 2023. Благодаря запуску 12-й коксовой батареи, Магнитогорский металлургический комбинат будет постепенно выводить из работы пять устаревших коксовых батарей. Вследствие чего снизится потребление угольного концентрата, природного газа, улучшится экологическая ситуация в городе. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев, глава Магнитогорска Сергей Бердников осмотрели строительную площадку комплекса с ее наивысшей точки. Отсюда открывается вид практически на всю будущую батарею. Виден масштаб и грандиозный размах строительства. На первом этапе будут построены два блока коксовой батареи с двумя установками сухого тушения кокса, одной установкой десульфурации и денитрации. Также будут сооружены углеподготовительный цех, склад жидкого аммиака, объекты коксосортировки, воздухокомпрессорной станции, противопожарной насосной станции и объекты инженерного обеспечения коксовой батареи номер 12. Производительность первой очереди комплекса в условиях автономной эксплуатации составит 1,25 млн тонн кокса в год. На втором этапе будут построены еще два блока коксовой батареи с технологическими установками. Прирост производства при вводе в эксплуатацию второй очереди составит 1,25 млн тонн кокса в год. Комплекс новой коксовой батареи не только повысит надежность обеспечения коксом доменного производства комбината, но и будет способствовать серьезному снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, чтобы достичь главной цели ММК – снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы к 2025 году до 5 единиц. Вывод из строя старых батарей и модернизация производства позволят сократить валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год и обеспечит безотходное производство за счет внедрения установки сухого тушения кокса. Сегодня на стройплощадке практически завершена установка буронабивных свай. В целом, из почти 15 тыс. запланированных свай всех типов забито более 2 третей. Активно ведутся бетонные работы по заливке фундамента. В работах, помимо российских подрядных организаций, принимают участие специалисты из Китая. Они занимаются заливкой фундаментов и кладкой огнеупоров. Генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев также ознакомил Алексея Текслера с основными инвестиционными объектами предприятия. Один из них — реконструкция комплекса газоочистных установок для улавливания неорганизованных выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха. Главная задача проекта по реконструкции пыли газоулавливающих установок и газоотводящих трактов конвертеров номер 1, 2, 3 и отделения перелива чугуна ККЦ снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в рабочее пространство конвертерного отделения ККЦ за счет более эффективного сбора и очистки дымовых газов. Тем самым негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Воловые выбросы пыли ККЦ после реализации проекта сократятся минимум на 500 тонн в год. Не менее важный экологический проект реализуется в электросталиплавильном цехе. К маю 2022 года здесь будет построена новая газоочистная установка для дуговой электросталиплавильной печи номер 1. В результате реализации проекта выбросы пыли сократятся на 300 тонн в год. Настоящим прорывом для доменного производства ММК станет строительство комплекса доменной печи номер 11. Рабочий объем новой доменной печи составит 3,8 тысячи кубометров. Производительность – 3,7 миллиона тонн чугуна в год. Новая доменная печь будет построена с использованием лучших мировых технологий. Также Алексей Текслер ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта строительства новой ПВС-3 – утилизационный блок. Утилизационный блок предназначен для обеспечения воздушным дутьем новой доменной печи номер 11, – утилизации доменного газа и выработки электрической энергии. Реализация данного проекта рассчитана на три года. Пуск первых объектов ПВС-3 запланирован на январь-февраль 2024 года. В связи с развитием мощности ПАО ММК возникла необходимость и в увеличении мощностей по производству продуктов разделения воздуха. В ближайшие три года на площадке кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината планируется возвести новый кислородный блок. Агрегат будет способен производить 60 тысяч кубометров технического кислорода и 60 тысяч кубометров газообразного азота, а также 2000 кубометров аргона в час для нужд ММК. Блок разделения воздуха планируется построить к ноябрю 2023 года. Систему хранения кислорода к июню 2024 года. Открытие Стеллы в честь присвоения Магнитогорску звания «Город трудовой доблести» стало еще одним ключевым событием праздничного дня. Участие в церемонии приняли первые лица города и комбината. Перед тем, как пройти в сквер славы Магнитки, они побывали в драматическом театре имени Пушкина, где состоялось гашение почтовой карточки «Магнитогорск. Город трудовой доблести». Рабочий объезд продолжила церемония огошения почтовой карточки «Магнитогорск. Город трудовой доблести». Она состояла в стенах драматического театра имени Пушкина, как раз напротив Стеллы, которая установлена в городе Металлургов в честь почетного звания. Участие в церемонии приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, глава города Сергей Берников. Почетными гостями мероприятия стали генеральный директор ММК Павел Шиляев и руководитель управления Федеральной почтовой связи области Владимир Образцов. С инициативой о выпуске почтовой карточки из специального штемпеля вышла администрация города, посчитав, что о важном событии должен узнать весь мир. Участники процедуры гашения нанесли оттиск и поставили подпись на каждую из открыток. Изображен на почтовой карточке знаменитый тыл фронту монумент олицетворения героического труда всего советского тыла, а штемпель украшает новая стела «Город трудовой доблести». Всего почтовых карточек было изготовлено 2700 экземпляров. Специалисты уверены, они разлетятся по всему свету и, конечно, займут достойное место в коллекциях филателистов. После церемонии гашения гости прошли в сквер славы магнитки, где в ходе рабочей поездки губернатора Челябинской области в Магнитогорск состоялась другая, не менее торжественная церемония открытия памятной стелы «Город трудовой доблести». На мероприятие были приглашены почетные гости, ветераны города, комбината, участники Великой Отечественной войны. Гимн Магнитогорска венчал церемонию, после чего гостям мероприятия еще раз напомнили о бесценном вкладе, который внесла магнитка в победу в Великой Отечественной войне. Сегодня мы торжественно открываем монументальный архитектурно-скультурный комплекс «Стелла. Город трудовой доблести», который будет напоминать каждому жителю «Мы наследники героев» и должны гордо нести это почетное звание. Магнитогорский металлургический комбинат во время войны был одним из крупнейших арсеналов по снабжению армии боеприпасами и вооружением. Кроме стального проката, в основном в механическом цехе ММК изготавливали снаряды, в кузнечном — детали для мин. В электроремонтном — ручные гранаты, фасон на стали литейном, отливали башни для танков. Каждый второй танк и каждый третий снаряд были сделаны из магнитогорской стали. Присвоение магнитогорску звания «Город трудовой доблести» и соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путином в 2020 году, почетные гости назвали признанием огромного вклада жителей города Магнитогорска в Великую Победу. «Мы сегодня присутствуем на историческом событии. Мы открываем стеллу, посвященную трудовому подвигу магнитогорска и магнитогорцев. Эта стелла среди всех городов, которые в прошлом году были удостоены этого звания. Первая открывается сегодня в день города, в день Металлурга, и Магнитогорск опять первый. И это хорошо. Сегодня в день города и в преддверии дня Металлурга я хочу поздравить всех магнитогорцев с этими замечательными праздниками. Мы понимаем, что это очень важный шаг для нашего города. Прошел год, и сегодня мы открываем эту стеллу в память о ярком событии. Очень символично, что образом трудового подвига выбраны фотографии трудовых будней Магнитогорского металлургического комбината. Дорогие магнитогорцы, металлурги, уважаемые гости, поздравляю вас с этим ярким событием, поздравляю вас с праздником города, с праздником Металлурга. Магнитка, счастья тебе и благополучия! Сегодня очень важное событие в истории нашего города. Сегодня мы официально с вами открываем памятный комплекс, который по оценке, по, будем говорить, и закону, и по совести, действительно оценивает вклад каждого человека, каждого жителя нашего города, вклад в великую победу. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, от лица от имени Российского военно-исторического общества я поздравляю всех вас, всех нас, кто реализовал этот замечательный проект, с праздником, передаю вам слова благодарности. Архитектурно-скультурный комплекс Стелла, город трудовой доблести, объявляется открытым! Торжественное открытие Стелла официально состоялось. К этому моменту магнитогорцы шли в течение последнего года. Напомним, закладка первого камня в основании памятной Стеллы город трудовой доблести состоялась год назад во время празднования Дня Металлурга. Чтобы определить место размещения памятной Стеллы, в Магнитогорске состоялось народное голосование, победителем которого стал сквер славы магнитки, где уже расположена Стелла, с советскими наградами Магнитогорска, орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Композиция новоявленной Стеллы состоит из семи частей и напоминает осколки снаряда. Одними из авторов архитектурного ансамбля являются скульптор-монументалист Денис Тритович, архитекторы Кирилл Сокольский, Петр Виноградов и Дмитрий Хоменко, которые тоже приехали на открытие. Сейчас и в рабочем плане магнит, например, для десятки городов, которые в этом году открываются, до конца года, сейчас и рабочие проекты, это реально очень большая помощь. Сейчас вообще глобально во всем этом проекте. Спасибо вам огромное за оперативность. Нам не первым всегда сложно. Везде, в каждом проекте писать в авторстве еще и магнитого. Я думаю, так и будет. Важно отметить, в сквере славы магнитки городские власти не только установили Стеллу, но и благоустроили территорию, используя современные решения, выполнили зонирование, обустроили площадки для отдыха, выставили новое освещение, смонтировали сухой фонтан с музыкальным сопровождением и подсветкой. Горожане такой подход к благоустройству уже оценили. Очень хорошо, очень. Я в окно всегда наблюдала, всегда смотрела, как работает, все. Молодцы. Как-то мы сегодня так очень удачно попали. И жарко, и вода. И, конечно, это здорово, когда есть не только памятник, но и где детям порезвиться. Вы довольны? Да, довольны. Вот видите, какие мокры. Все прекрасно. Эта стела, отметили гости мероприятия, станет знаковым для горожан местом. Это памятник самоотверженного пути к трудовой славе, одного из крупнейших мировых центров черной металлургии. Памятник величайшему подвигу тыловиков. Поставлена такая праздничная точка. Мы, к сожалению, не можем провести полноценный праздник в силу известных обстоятельств. Но то, что в Магнитогорске сегодня открылась стела, посвященная городу трудовой доблести, это по-настоящему символично. И то, что первая стела здесь, в Магнитогорске, мне тоже кажется, это очень символично. Я благодарю всех, кто принимал участие. Конечно, большой вклад внес и город, и комбинат. Вы видите, это не просто стела, это сквер, сквер славы Магнитки. Мы прошли, посмотрели на этот монумент, на эту стелу, вот эти фотографии с детьми, или наоборот, вот еще не сформированные цеха, на которых уже, видно, производится продукция. Это история. Так оно было. И большая гордость, и, конечно, меня охватывает. Я считаю, что это очень правильное решение, поставить монумент. И здорово, что Магнитка и здесь оказалась первой. Мне хочется поздравить всех нас вот с таким большим событием. Ну и пожелать, наверное, чтобы таких скверов у нас было больше, чтобы это не последний был. И при поддержке правительства Челябинской области, губернатора Челябинской области, конечно же, вы видите, как наш город преображается. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер не только поучаствовал в пуске производственных агрегатов ММК и открытии Стеллы, но и проинспектировал ход работ по строительству объектов социальной и дорожной инфраструктуры Магнитогорска. Делегация посетила два строящихся детских сада в 147 и 137 А микрорайонах. Планируется, что свои двери они уже откроют в сентябре. Таким образом, проблема нехватки мест в южных районах города будет исчерпана. Отмечу, что возведение объектов ведется за счет областного и федерального бюджетов. Первым по плану садик на зеленом логе. На сегодняшний день его готовность составляет 90%. Здесь уже практически закончена отделка. Устанавливаются двери, окна и витражи. Он будет рассчитан на 290 детей. На сегодняшний день в микрорайоне очередь образована в этот детский сад. Она составляет 328 человек. Из 12 групп две будут для детей раннего дошкольного возраста, то есть до трех лет. Остальные уже будут от трех до семи. В том числе две группы будут коррекционные. Одна для детей с тяжелым нарушением речи и одна для детей с задержкой психического развития. К слову, в районе Зеленого Лога, где продолжается многоэтажная застройка, жители нуждаются не только в новом детском саде, но и в школе. Вы видите, куда стрельство-то ушло. Через два года, скажем так, они все будут заселены. Куда люди? Нет, школа принципиальный вопрос. Принципиальный вопрос. Мы только здесь, как мы в городе, каждый год строим школы. Да, новые. Сейчас у нас в августе будет отбор по этому новому инструменту ГЧП с вебом обязательно включим в заявку и отработаем эту историю. Так что, я думаю, в сентябре уже можно будет объявить, что будут новые школы. В садике по проезду Сиреневому сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Продолжается благоустройство территории. Вместимость 230 воспитанников. Здесь также будет 12 групп. Шесть для детей раннего возраста и две коррекционные. Готовится к открытию Центральная детская библиотека имени Нины Кондратковской. После модернизации она станет площадкой инклюзивного общения. В учреждении не только обновили интерьеры. Здесь появится самое современное интерактивное оборудование. На обновление и обустройство библиотеки из городского бюджета выделено 14 миллионов рублей. Кроме того, в этом году Алексеем Текслером из регионального бюджета было выделено 10 миллионов рублей на создание на базе учреждения модельной библиотеки. Здесь будет электронный читальный зал президентской библиотеки. 12 ноутбуков, 12 рабочих мед, подключенные к президентской библиотеке. Здесь же будет шлем виртуальной реальности. То есть дети, они уже здесь бесплатно смогут представить, что такое космос. Я сама попробовала, улетела. Что такое космос, что такое джунгли. То есть туда погружаешься целиком. Обязательно в школах расскажут, что такое новая библиотека. Я думаю, что пока детки не увидят сами. Но библиотека у всех примерно одинаковое представление, что это такое. И у родителей, кстати, тоже. Поэтому надо будет рассказать об этом. Но она не первая у нас. Важно отметить, что модернизация библиотеки в первую очередь нацелена на создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Проехал губернатор и по новой дороге. Трасса протяженностью более трех километров расположена между будущим парком притяжения и садами Мичурина. Она соединяет улицу Зеленую и Труда. Деньги на ее строительство были выделены из федерального бюджета. Почти 600 миллионов рублей. Дорога уже открыта для водителей. Еще одним пунктом программы губернатора стало посещение парка у Вечного огня. Благоустройство прибрежной зоны продолжает глобальную концепцию развития парка. Скоро здесь появится зона отдыха с квадросферой и мангальной зоной и зона прогулок. Установят зонтики, появятся понтоны и современные светильники. Продолжается укладка террасные доски. Алексей Тектор поинтересовался у жителей, как они оценивают благоустройство парка и получил только положительные отзывы. Такое же впечатление произвел на губернатора сегодняшний объезд в целом. Хотя, конечно, сегодня городу есть над чем работать. Чем я недоволен, я вам скажу откровенно, это новое жилье. Я считаю, что Магнитогорск достоин, чтобы жилье было более современным, более интересным. Вот эти бесконечные панельные дома надо облик города в этой части менять. Мы провели с Магнетостроем соответствующую встречу по этому поводу. Ну и, собственно, со всеми подрядчиками. Есть новый современный инструмент, так называемый КРТ, комплексное развитие территории, которые позволяют решать различные вопросы вот в застроенном городе. Я считаю, что мы больше внимания сейчас должны начинать уделять жилью. и продолжая развивать город, будем делать это максимально сбалансированно. В целом, сегодня город развивается динамично, подытожил губернатор и вполне оправдывает свое звание второй столицы Южного Урала. Редактор субтитров А.Семкин